Здравствуйте, в эфире Экологика ТВ. После того шока, который мы пережили в связи с коронавирусом, как-то подзабылось, что вся наша лесная промышленность пережила очень сложный период в связи с теплой зимой. И тогда даже шли разговоры о том, чтобы отказаться от весенних лесопосадочных работ. Но сейчас вдруг появляется информация о том, что план по лесопосадкам перевыполнен на 5%. Как это удалось? Этот вопрос мы задаем Павлу Артуровичу Немчину, председателю комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Лесосеменной центр, Лужские питомники, все отпускали материал с сеянцы, саженцы бесплатно с рассрочкой платежа только в декабре. Поэтому арендаторы получили небольшой такой вздох для того, чтобы была возможность что-то сделать. Объективно, так как любой проблеме, если вам уделять много внимания, то все пытаются что-то сделать, лучше улучшить и так далее. Те же арендаторы правильно все восприняли, правильно сделали выводы. Обычно мы все-таки к лесовосстановлению подходим где-то в марте, проверяем готовность, обзваниваем, проводим совещание. Здесь мы в феврале уже начали к этому вопросу готовиться. И за счет вот этой организации, наверное, получилось, что в принципе все всегда выполняют в Ленинградской области четко и правильно. Но в этом году получилось еще за счет такого большого внимания. В лесу, понятно, там был какой-то период запрета работы, посещения лесов, но это для населения. А работать-то можно было? Работать можно было, да. Были, наверное, сложности в части того, что многие арендаторы используют все-таки наемную рабочую силу. Подрядчики бывают и из Украины, например, и из других стран. В Белоруссии той же самой сложности с пересечением границ. Но тут тоже свой позитив привлекли местных жителей, привлекли, да, бригады, которые в Ленинградской области работают. Ну, может, Карелов немножко взяли. А так, в общем и целом, тот факт, что, во-первых, и заготовка шла. И тоже лесовосстановление, и хозяйственные мероприятия, те же Минполосы и так далее. Не забываем, что год этот тяжелый по пожарам, но все точно так же тушится в первые сутки. И все осуществляется. И те же арендаторы все проверены. Все по СПИ готовны. Были, конечно, штрафы, но на данный момент все работает как слаженный механизм. Потому что май-июнь был тяжелый с точки зрения погоды. Все-таки превышение было на 6 градусов в среднем. Но вместе с тем и людей было поменьше в лесах. Да, и людей было поменьше. Но здесь, понимаете, сложность в том, что, несмотря на то, что все-таки камеры стоят и у нас оповещение идет, но люди тоже помогают. Горячая линия у нас существует, звонят, сообщают. Поэтому у нас же термоточки, камеры и люди. На этом все держится. Три основы. В общем и целом. У арендаторов, как мы уже сказали, сложный период был. И они изначально обращались к правительству, чтобы не остановиться. Потому что, естественно, это вообще невозможно было допустить. Просили какую-то помощь, чтобы правительство как-то поддержало. Вы выступали с тем, чтобы их вообще освободить от налогов. Но, к сожалению, это не получилось. Но, тем не менее, что-то получилось. Пожалуйста, расскажите о том, что все-таки отсрочка произошла. Смотрите, да. Здесь, в первую очередь, надо, наверное, сказать спасибо губернатору. Потому что, Александр Юрьевич, первый, кто воспринялся, мне кажется, во всей России. Наш опыт копировали в последующем. Были очень серьезные налоговые преференции для всех юридических лиц. И то, что можно было сделать на уровне региона, было сделано. И, в том числе, не исключение лесоарендаторы. Все-таки оплата федеральная. Поэтому мы здесь максимум, что могли сделать, обратиться к Российской Федерации, к исполнительным органам Российской Федерации. Для того, чтобы как-то снизить, помочь. Но, к сожалению, пришлось действовать, как обычно, самостоятельно. Странно. Все-таки леса у нас федеральные. Как-то, мне кажется, с федеральным уровнем тоже могли бы дать какую-то отсрочку. Но, к сожалению, еще наоборот. Прокуратура выступала очень жестко и везде подчеркивала, что налоги платить надо в срок. Да. Ну, понимаете, бюджет все-таки нужно наполнять, как бы то ни было. То, что касается Ленинградской области, тоже сразу оговорюсь, что это не амнистия, это отсрочка. И сделана отсрочка по коэффициенту 1,2, то, что идет в областной бюджет. Значит, мы подошли к этому адресно. Мы всех арендаторов запросили, нужно ли вам этим пользоваться. Потому что есть арендаторы, у которых цикл расписан и которые не зависели от погоды, у которых все давно-давно выстроено. И они отказались. Они говорят, нет, мы будем платить в срок, нам так удобнее. Но есть арендаторы, которые попросили эту отсрочку. Воспользовались. Воспользовались, да, этой ситуацией. У нас порядка 47 миллионов. Переходит на что-то на декабрь 2020 года, что-то на июнь 2021 года. То есть отсрочка дана до июня 2021 года. Каждый из арендаторов сам выбирает, когда он оплачивает. Но факт тот, что это единственная мера поддержки в части взымания арендной платы, которую можно было предусмотреть. Мы данный вопрос решили. Я не знаю, опять же, есть ли в Российской Федерации кто-то сделали такой шаг по отношению к своим арендаторам лесного фонда. Но Ленинградская область, как и обычно, пыталась подумать обо всех и предусмотрела и этот аспект тоже. Это приятно, да. Я знаю, что арендаторы, лесопромышленники в целом, они очень опасались, что будет дождливое лето. Тогда для них была беда полная, потому что они не работали зимой. Если бы они не смогли работать летом, это вообще было. То есть они очень этого опасались. Может быть, поэтому было некоторое нервозное состояние весной. Но вот сейчас, к счастью, мы видим, что работать можно, что достаточно все благоприятно складывается. И вы сейчас проехали по всем районам, посмотрели, как кто работает. Во-первых, результаты лесовосстановления. Расскажите об этом, пожалуйста. По результатам лесовосстановления, да, уже коснулись. Действительно, у нас на 105% весенний период лесовосстановления исполнен. В принципе, в лесу на данный момент работают почти все арендаторы. То есть нет таких, которые не нашли бригад, не нашли подрядчиков. Нельзя сказать, что летом они догонят то, что зимой не сделали. Потому что есть все-таки понятие зимняя заготовка, летняя заготовка. Есть сроки примыкания, есть декларации проекта о своем лесов. Поэтому арендаторы, знаете, после вот этой сложности с ковидом, радость уже от того, что они все работают. Они идут по своим планам. Может быть, где-то они там сдвинули или как-то еще. Не могу сказать, что вот там прям интенсивно. Но, слава богу, все люди в лесу. Все арендаторы заготавливают тот лес, который по плану предусмотрен. Все осуществляют хозяйственные мероприятия в части. И строительство Минполос, и лесовосстановление, и тех же самых, та же самая уборка мусора. Потому что, к сожалению, в лесу мусора достаточно много. И мы с арендаторами взаимодействуем в этом части. И уже и фотоловушки ставят, и вывозят где-то самостоятельно. Хотя чаще всего все-таки приходится через суд всех... Но вывозить все равно приходится, потому что долго мусор там лежать и ждать, когда там... Приходится, да. Жалоб от населения довольно-таки много. Поэтому, естественно, эта работа происходит. Та территория лесного фонда, которая не сдана в аренду. Естественно, мы просто так тоже самостоятельно деньги тратить не можем без каких-либо санкций. Потому что лес, опять же, федеральный. И хотелось бы, чтобы Российская Федерация тоже уделяла это внимание. А уделяет? Наша длительная переписка пока ни к чему не привела. Это все-таки немножко другие структуры. Все-таки мы сейчас говорим про Комитет по природным ресурсам Ленинградской области. И те же арендаторы, они не производят бытовой мусор, который находится в лесах. Поэтому это, наверное, все-таки структуры, связанные с экологическим надзором, должны отвечать на этот вопрос. То, что касается арендаторов леса, мы все-таки своих арендаторов призываем. Сначала призываем, потом идем на них в суд, потом выигрываем суды и обязываем вывозиться. Мне что-то показалось здесь в вашем ответе, что все-таки не все должны убирать арендаторы. Или мне показалось? То есть где-то должна быть какая-то более такая система, более гибкая. Потому что такая нагрузка большая, на самом деле, мне кажется, что это тоже не справедливо. Не выстраивает, но эта система все-таки не зависит только от нашего комитета. Потому что, естественно, мы прекрасно понимаем, что если рядом тот же самый полигон, то в лес не повезут. Вопрос логистики, вопрос экономики, вопрос культуры тех же самых граждан. Потому что у меня тоже мы ведем блоки, инстаграмы. У нас огромное количество жалоб о том, что грязно в лесу, грязные пляжи. Вот на машинах заезжают. Ну, дорогие мои, ну вы же сами мусорите. Вы же сами заезжаете. Ну, вы понимаете, получается так, что одни мусорят, а другие убирают. А другие убирают. Ведь у нас же общественность тоже активно стремится все это убирать, участвовать. Вот как тут сложно сказать, что все одинаковые, все разные. Ну, что ты поделаешь? Знаете, я приведу пример озера Донцо. Большая часть территории, которая подходит к озеру, это муниципальное образование. И пока мы не вмешались, не перекопали все въезды, не провели 4 акции по уборке мусора, не вывезли весь этот мусор, не собрали и так далее, ничего не происходило. Вы, в смысле, это комитет по природным ресурсам? Да, это комитет по природным ресурсам. А кто-то еще в этом участвовал? Нет, ну муниципальное образование, естественно, подключилось. Подключились дорожники, которые в рамках дорожной полосы как раз сделали канал и затруднили проезд. Я уверен, что рано или поздно все равно проедут, какие-то мостки положат и так далее. Но хотя бы на пару месяцев это место стало чисто. Но при этом мы же все прекрасно понимаем, что грязно там не от того, что туда кто-то привозит и свозит. От того, что те же самые наши замечательные сограждане приезжают, покупают этот одноразовый мангал и не собираются его отвозить оттуда. То привозят четыре пакета, обратно вроде два пакета нести с тем, что ты не съел. Но эти два пакета оказываются намного тяжелее, чем четыре, которые он несет на этот побережье. Ну, нужна же какая-то общая система. Слава богу, да, что это вот озеро убрали. Но там еще есть у нас еще миллион разных таких мест, где необходимо это делать. Вот эта система, когда же она будет создана наконец? Ну, у нас есть национальный проект «Чистая страна». Я очень рассчитываю на то, что этот проект заработает. И в рамках этого нацпроекта «Чистая страна» будут не только убраны свалки, которые существуют в лесу и во всех других территориях на тех же землях сельхозназначениями, в муниципальных образованиях. Главное, чтобы прийти к тому, что говорит губернатор. В 2023 году отказаться от полигонов и прийти к переработке. До тех пор, пока мы не начнем полную сортировку, пусть это будет даже не 100%, но какая-то часть. А остальное надо перерабатывать. Сейчас вот у нас много делается в плане особо охраняемых территорий в Ленинградской области. Кургальский заказник, там мероприятия какие-то проводятся. Хотя там и прежде мы рассказывали о том, что очень много делалось. Там и охотничьи хозяйства работают, и егеря, и комитет по природным ресурсам. То есть там такая достаточно охраняемая зона. Но там есть свои сложности. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Слушайте, я бы вообще, в принципе, про ОПТ сейчас сказал. Действительно, пласт очень большой. И мы, наверное, к нему относимся в последнее время более серьезно. Потому что всегда понимали, что ОПТ это важно, это нужно. Но сейчас Александр Юрьевич поднял флаг в части появления экологических маршрутов нашим жителям, нашим гостям. Чтобы они всем этим пользовались. Да, потому что, понимаете, природа, она замечательно себя чувствует, когда человек к ней не подходит. Но если уж мы находимся в регионе, в котором все очень доступно и все очень близко. Кстати, у нас есть же Свирский заповедник, куда не ступает, что называется, нога человека. Федеральная территория. Есть у нас такие территории. И это, слава богу. Но есть и такие, где надо ходить. Да, но мы хотим в первую очередь открыть данную территорию для людей. А для этого нужно условно какой-то маркетинг проводить. Для этого нужно то, что мы сейчас делаем, прокладывать экологические маршруты, экологические тропы. Показывать, как это выглядит. Показывать, как это красиво. Александр Юрьевич, мне кажется, каждый понедельник выкладывает что-то у себя в Инстаграме. Мы тоже добавляем. Да, он постоянно следит за этим. Драковые озера, и Линдоловская роща, и там тоже Верменселька, которая открылась после прокладки эко-маршрута. И там построено два мостика новых. То есть маршрут стал закольцованным, можно пройти по кругу, полностью начать в одном месте, закончить в другом месте. Да, хорошая идея. То есть особо охранимые природные территории открываются для населения. Те, кто там жил всегда, периодически испытывают какой-то дискомфорт. Потому что говорит, ну мы тут тот же Кургальский, понимаете, там несколько деревень на территории Кургальского. Мы тут жили спокойно, никто к нам не приезжал. Так было хорошо, так все замечательно. Но объективно, ОПТ же создается не для 30 человек, даже не для 300. Оно создается для того, чтобы сохранить природный ресурс, но и показать его то же самое. У нас конституция наша говорит о том, что каждый человек имеет право на чистую окружающую среду. Деревья – это тот природный ресурс, который возобновляем. И важно именно его вовремя забрать, пока он представляет собой экономическую ценность. Потому что жалко, когда что-то умирает и становится ненужным. Валежником становится простым, который периодически даже для отопления не всегда подходит. Ну да, невозможно не коснуться этой темы, вот этих сухостойных лесов, которые у нас вдоль дорог, которые невозможно не заметить, особенно на Карельском перешейке. Они постоянно, вот как бельмо на самом деле, все время хочется сказать, ну где же наши лесяки, которые вот это все приведут в порядок. Ну что ж такое? Я не могу согласиться с формулировкой сухостойные леса. У нас есть отдельные территории, где нужно проводить санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе, которые подразумевают собой и вырубку леса, и уборку данной древесины. Но это все-таки точечно. Если мы говорим то, что вдоль дорог, да, я сам езжу по... Ну просто то, что мы видим, если же другие места. Но приозерская трасса, я вижу, что там нужно убирать. Сейчас просто процедура довольно-таки сложная, и все акты мы согласовываем, все вывешиваем на сайт, все показываем. И тот же самый 29-й квартал Ореховского лесничества, понимаете, где все эксперты, все специалисты, все лесники и даже обыватели пришли и сказали, ну надо там рубить. Но есть у нас замечательная общественная организация одна, кажется, не будем называть, которая встала на дыбы и сказала, нет, что вы, это живой лес, его надо сохранить. Но, Павел Артурович, там же уже ситуация такая опасная для здоровья людей. Там же просто нельзя никакие тропы уже там организовывать, потому что неизвестно в какой момент какое дерево упадет. И здесь, может быть, стоит принимать какое-то волевое решение, потому что, ну понятно, что общественной организации надо к людям прислушиваться, и это все правильно, но люди разные бывают, ведь это же тоже профессионалы-то, ведь они отвечают за свою работу и за свои действия. Мы осуществляем профессионально, как говорится, и специалисты осуществляют всю свою работу на всей территории Ленинградской области, а этот 29-й квартал оставлен как памятник тоже. Мы с Александром Юрьевичем обсудили это и сказали, говорили, давай оставим и посмотрим, во что это превратится. И сколько будем ждать? Ну сейчас, скажем так, цена растет. Чем ниже стоимость будет той древесины, тем больше мы сможем предъявить данной общественной организации, которая считает, что она права. А, то есть общественная организация ответит за свои эти слова, получается? Это возможно вообще сделать? Ленинградская область во многом первая. Я думаю, что и здесь мы найдем способ. Даже так? Да. Ну что ж, это будет, наверное, и таким хорошим примером для других, когда требуют чего-то неразумного. Знаете, как там, из 90-х фразы, конечно, но за свои слова надо отвечать. Павел Артурович, вот все были в шоке, да, вот когда вот произошли все эти ситуации с коронавирусом, да, все пережили, весь мир пережил шок. Мы не знали вообще, что будет дальше, думали, что вообще все остановится сейчас, и мы уйдем в каменный век. Но, к счастью, этого не происходит, да? Вот как вот вы прокомментируете, как мы вышли из этой ситуации? Как нормальный русский человек, когда начинается кризис или война, не дай богу, мы становимся эффективнее. И данная проблематика, она, наверное, всех нас сделала немножко эффективнее. Кто-то, как, как говорится, сбоку на бок переваливался, так и остался. А основная масса, в частности, лесная сфера, она все-таки сделала такой небольшой, но шажок вперед. То есть есть свои плюсы. Да, поэтому я считаю, что вот действительно гром грянул, мужик перекрестился, пошел и пошел работать. Не зря в народе говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, не скажу, что такое прямо уже счастье, но тем не менее лесная промышленность у нас продолжает работать и в новых условиях. Подписывайтесь на наш канал, следите за нами в социальных сетях. До встречи в Экологика ТВ.